Дневной эфир на телеканале Кубань 24 продолжается, а в Краснодарском крае продолжается сезон аллергии. Цветут буйным цветом целый перечень растений, которые могут вызвать дискомфорт. Но больше всех портит жизнь аллергикам, конечно, амброзия. Только в Краснодаре за 4 месяца скосили 6,5 тысяч гектаров амброзии. За это же время составили 138 административных протоколов и выдали 775 предписаний об уничтожении этих сорняков. Борьба с вредоносным растением сейчас вступает в самую активную фазу. Ежедневно на улицах города, в пригородных населенных пунктах работают более 160 ручных и 19 тракторных косилок. Вот только аллергикам от этого не легче, ведь аллергия может вызывать более серьезные заболевания. А какие, узнаем у нашего гостя. У нас в студии Михаил Васильевич Колпаков, врач-пульмонолог отделения пульмонологии Краевой клинической больницы номер 1. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. И вот говоря о цветении амброзии, в результате аллергических реакций, какие же могут быть осложнения, которые начинаются с аллергии и переходят в более сложные стадии? Знаете, Вы совершенно верно отметили, что в последнее время достаточно активно происходит борьба с амбразийными сорняками. И мы видим этот результат в своих пациентах, которые стали меньше жаловаться на обострение в сезон цветения амброзии. Но вместе с тем достаточно значимая сохраняется еще доля пациентов, которые тяжело переносят амбразийный полиноз. И сезон август-сентябрь и половина октября, в зависимости от продолжительности теплого сезона, конечно же, ознаменуется у пульмонолога значительным приростом пациентов и обращений с амбразийным полинозом. Это состояние, которое достаточно сильно ухудшает качество жизни пациентов. Потому что зачастую здоровые, социально активные молодые люди не могут выполнять свои функции. Каждодневные. Ходить на работу, ходить в магазины и, скажем так, жить. Получать удовольствие от жизни. Самые страшные и тяжелые заболевания, которые иногда могут заканчиваться фатально, это прежде всего атопическая астма. То есть, другими словами, по-простому, аллергическая астма. Когда амбразийный полиноз попадает в легкие к пациенту, и возникает спазм сужения бронхов до такой степени, когда возникает приступ удушья, который иногда очень трудно купируется. Такие пациенты, к сожалению, у нас есть. Мы их наблюдаем, корректируем лечение. Особенно часто и, скажем так, патронируем их в сезон цветения амброзии. Но благодаря достижениям современной фармакологической промышленности, это с каждым годом становится все легче и легче делать. А вот скажите, об этом обострении, о котором вы сказали, оно происходит почему? Когда человек запускает аллергию, никак не борется с ней, никак не лечит? Или нужно просто оказаться, я не знаю, в центре поля амбразийного? Вы знаете, не всегда нужно оказаться в центре амбразийного поля. Пыльца амброзии разносятся более чем на 100 километров от места произрастания амбразийного куста. Поэтому пациент может жить в центре Краснодара, иметь достаточно хорошие условия для жизни, но малейший ветер приносит эти все радости амбразийные, и начинается обострение. При этом пациент может пользоваться самыми лучшими средствами, препаратами, которые на какое-то время их эффект утрачивается. Поэтому, наверное, многие стараются уезжать. Поэтому многие стараются уезжать, и на самом деле это самый старый, добрый, проверенный способ уехать в другую климатическую широту, в другой климатический пояс. Слава богу, у нас есть рядом Крым, как Южное побережье, это рай для наших пациентов с астмой и с обструктивными хроническими заболеваниями органов дыхания, когда на этот период пациент, если может себе позволить, покидает регион. А если говорить о других растениях, которые все-таки могут вызвать острые аллергические реакции, кроме амброзий, что еще доставляет неудобство аллергикам? Неудобство аллергикам доставляет еще цветение фруктовых растений. Яблони, груши, сливы. Период их цветения приходится на весенние месяцы. То есть у пульмонолога два пика. Весна и конец лета и осень. Это когда цветут фруктовые растения и цветет амброзия. На самом деле картина в принципе та же самая, но хочется отметить, что количество пациентов в сравнении, которые реагируют на цветение фруктовых деревьев, значительно меньше. И оно проще протекает и, скажем так, с меньшими моральными потерями для пациентов. Вы сказали о том, что у пульмонолога два таких горячих времени года. А узнаем, сколько таких горячих времен у персонального фитнес-тренера. На связи с нами по телефону Елена Атараева. Здравствуйте, Елена. Спасибо, что выходите с нами на связь. Расскажите, как в принципе образ жизни, здоровый образ жизни может повлиять на снижение заболеваний органов дыхания, и в частности, может быть, даже на аллергию. Известны ли такие примеры? Ну, начнем с сердечно-сосудистой системы. Здесь, в принципе, все даже очень понятно и логично. Потому что продолжительные упражнения на открытом воздухе, они повышают использование кислорода в энергетическом обмене. И поэтому активнее работают и сердце, и легкие. Поэтому на сердечно-сосудистую систему как раз развивать ее выносливость. Самый идеальный вариант как раз на свежем воздухе. С аллергиями бывают моменты, да, вот сейчас начался август, и у меня есть клиенты, которые подвержены аллергии как раз на амброзию. И вы не поверите, но эти люди просто надевают маски и бегают в масках. То есть не прекращают заниматься. А какой-то эффект от этого наступает? Ну, я не знаю, становится ли им легче, лучше или наоборот? Легче переносит, да. Потому что все равно, мне кажется, процессы метаболизма ускоряются. Как-то выведение возможно. Да, я не медик, не могу здесь. Ну, конечно. Медик у нас есть, да. Но то, что человек второй год занимается и не прекращает заниматься в августе, ну, для меня это показатель. Хотя я, в принципе, в этой ситуации готова отправить на каникулы. Ну да, возможно, лучше и отказаться в это время. Узнаем, кстати, об этом. Елена, еще скажите, пожалуйста, говорят вообще об заболеваниях органов дыхательной системы. Принято считать, что одна из важнейших причин – это курение. И отказ от курения якобы помогает избавиться, стало быть, и от причин. Вот какой риск подобных заболеваний у курильщиков сравнительно с не курящими людьми? Насколько им сложнее жить и хорошо себя чувствовать? Ну, я могу опять же говорить только как фитнес-тренер. Конечно. Люди, которые курят, да, конечно же, качество легких у них намного хуже. Не намного, в смысле, а вообще, в принципе, принципиально хуже, чем у людей, которые не курят. И на тренировках это очень сильно заметно. То есть человек, который может бежать интервально, там, замедляясь, ускоряясь в течение часа, не курит. Это сразу же видно. И человек, который курит хотя бы несколько раз в день, там, 2-3 раза в день, берет сигарету, считает, что это немного. Как правило, хватает на 7-8 минут бега. И дальше идет торможение, и вот это задыхаются люди. Конечно же, это очень тяжело. И тренировать таких людей тяжело, им самим тренироваться. Но, опять же, у меня есть случаи, когда люди приходят на тренировки, и именно в процессе тренировочном они понимают, насколько это им мешает. И отказываются от курения. У меня несколько таких человек есть, что меня очень радует. Отлично. Спасибо большое, Елена, за то, что продолжаете вести эту оздоровительную работу с нашим населением. Елена Атарави, персональный фитнес-тренер, на связи с нами была. Но стоит все-таки напомнить, что перед занятиями спортом лучше всего проконсультироваться у врачей и получить рекомендации. Вот об этом и спрошу, Михаил Васильевич, возвращаясь к аллергии и возвращаясь как раз к заболеваниям легочной системы. Можно и нужно ли заниматься спортом? Ведь, с одной стороны, хочется жить активно, прибегать к различного рода нагрузкам, да, и делать свое тело лучшее и здоровье более, скажем так, устойчивым. Но вот эти нагрузки для дыхательной системы, они вредны, полезны? Знаете, я вот хотел бы немножечко заострить внимание наших телезрителей на том, что Елена рассказывает о том, что пациенты с, скажем так, аллергией на аброзию, занимаются в спортзале. Не нужно так делать, нельзя. Если у пациента есть аллергия, если у него есть какие-то симптомы аллергии, физические нагрузки противопоказаны. Они могут спровоцировать достаточно серьезное состояние, которое нужно будет исправлять в условиях отделения в больнице. И поэтому, если у наших телезрителей, кто страдает бронхиальной астмой, есть эти симптомы, и они параллельно планируют заниматься физическими нагрузками, конечно же, я хотел бы их предостеречь от этого и, в первую очередь, посоветоваться со своим лечащим врачом, пульмонологом. Вот вы упомянули об астме. Существует мнение, что как раз-таки аллергия и астма, они тесно взаимосвязаны. Это тождественные понятия, да, потому что астма, это, скажем так, такая форма ответа организма на те или иные аллергены, поступающие в наш организм с водой, с пищей, с воздухом, пыль, пыльца, консерванты, которые находятся в продуктах питания. Просто еще одна форма, она у кого-то есть, у кого-то нет. Да, это реакция нашего макроорганизма на поступающие антигены, так называемые. Если не лечить вот такие заболевания, как аллергия, как астма, есть ли какой-то риск осложнений вплоть до пневмонии? Или пневмония это все-таки другое? Пневмония это по своей структуре другое заболевание, но если не заниматься бронхиальной астмой, если не заниматься хроническими заболеваниями органов дыхания, то пациенты рано или поздно заболеют пневмонией, если правильно не лечить какое-то хроническое заболевание. Это достаточно всегда у пациента, имеющего хроническую патологию астмутом, или хроническую абструктивную болезнь легких, или хронический бронхит, которым не занимался пациент, и он заболевает пневмонией. Как правило, такая пневмония протекает гораздо тяжелее, чем пациент, который молодой здоровый человек, вот он заболел, и даже человек такой же возрастной группы, но здоровый, без заболеваний органов дыхания хронических, он, конечно же, гораздо легче будет переносить эту пневмонию, и, скажем так, гораздо качественнее, лучший исход этой пневмонии. Если в целом говорить о болезнях органов дыхания, насколько сейчас жители Краснодарского края подвержены этим болезням, что чаще всего встречается, что приходится лечить? К сожалению, нам приходится констатировать, что чаще всего встречается в Краснодарском крае среди заболеваний органов дыхания, это бронхиальная астма, это рак легкого, но нужно отметить вместе с тем, что в последние годы частота и в структуре заболеваемости, частота этих нозологий, она снижается благодаря профилактической работе, благодаря мощной профилактической работе по борьбе с курением, по диспансеризации, по призывам нашего населения идти в поликлинику, идти к врачу. Если кашляешь, не нужно сидеть дома, нужно пойти к своему терапевту, нужно сделать рентгеновский снимок грудной клетки для того, чтобы оценить. То есть население стало больше доверять. Сознательно относиться. Сознательно. А если говорить все-таки о причинах, которые существуют, факторы риска, что играет большую роль? Это инфекция, окружающая среда или сам человек? Здесь есть два понятия. Окружающая среда и сам человек, макроорганизмы. В первую очередь из окружающей среды это вредные, может быть, вредные условия работы, это запыленные помещения, это плохо проветриваемые помещения, это сырые помещения. Среди факторов, которые зависят от самого пациента, от самого человека, это наличие сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, сердечной недостаточности, или же уже имеющий ранее пациента хроническое заболевание органов. Наследственность тоже может быть? Наследственность однозначно, потому что давно уже доказано, что есть определенные гены, которые кодируют ряд заболеваний органов дыхания. И поэтому семейная наследственность тоже здесь играет. Вот раз уж мы о наследственности начали, давайте еще с одним специалистом пообщаемся по телефону. Татьяна Юрьевна Амельченкова, врач-педиатр, врач-инфекционист специализированной клинической инфекционной больницы. На связи с нами Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря об заболеваниях органов дыхания, скажите, вот прививки для профилактики. Что это за прививки, от каких заболеваний они призваны обезопасить человечество? Есть прививки от пневмококовой инфекции. Это, в первую очередь, привинар, коррегированная вакцина, и пневмовару 23-полисахаридная. Они защищают от таких частых респираторных заболеваний, вызванных пневмококами. Это атиты, бронхиты, пневмонии. И, конечно, нельзя не упомянуть о пневмококовых минингитах. Это самые тяжелые из всех минингитов, в принципе. И в календаре прививок они стоят с двух месяцев, и мы прививаем у привинара. И, в принципе, с двух месяцев и не ограничено по возрасту. То есть можно эту вакцину получить в любом возрасте. Пневмовару 23 рекомендуется с двухлетнего возраста и тоже не ограничен по возрасту. Татьяна Юрьевна, ну к вакцинам у всех людей, особенно в последнее время, почему-то отношение довольно разнится. Насколько снижается риск заболевания после вакцинации, по Вашему мнению? Может быть, по данным точно. Ну, это большой процент случаев снижается, конечно, потому что действительно очень многие родители отмечают, что ребенок начинает, если говорить о детях, что гораздо реже начинает болеть эспираторными инфекциями. И, конечно, это профилактика, если говорить о взрослом населении, да, то это действительно снижается риск заболеваний с эспираторными инфекциями, пневмонией, фаршитами у людей с хроническими патологиями, да, такими как заболеваниями сердца, почки, лёгки и так далее. Как часто по ходу жизни нужно повторять вот эти прививки, обновлять их? Ну, всё по календарю прививок, да, если это детские, рекомендуется до года сделать минимум два раза, и после года, после 15 месяцев один раз привинар, и всё, достаточно, потом после 55 лет. Если это пневмолог, после двух лет однократно и через пять лет повторить, да, если это взрослые, и, конечно, мы рекомендуем после 55 лет я снижирована вакцину привинар. Все лечащие врачи и, скажем так, терапевты должны об этом календаре прививок знать и напоминать, да? А, да, причём это всё входит как бы в календарь прививок, и это все, в общем-то, всё знают и должны соблюдать. Спасибо большое. И в поликлиниках это должно быть. Вот, ещё раз можно будет поинтересоваться у своего лечащего врача, когда же, какую прививку нужно сделать. Татьяна Юрьевна Амельченкова, врач-педиатр, врач-инфекционист специализированной клинической инфекционной больницы. На связи была с нами. Возвращаемся в студию. Михаил Васильевич, говоря о первых симптомах заболевания органов дыхания, на что нужно обратить внимание, когда бить тревогу, а когда можно, что называется, отсидеться дома, как мы любим? Да, так мы любим, правильно сказали. Первые симптомы заболевания органов дыхания – это, прежде всего, температура, это боль в мышцах, это боль в суставах, это слезотечение, это выделение слизистой из носовой полости, если пациенты стараются как-то полечить себя дома, и первые 24-48 часов у них ничего не получается, сохраняются эти симптомы, то необходимо обращаться в больницу, необходимо обращаться в поликлинику к своему врачу для того, чтобы вовремя выявить или же предотвратить развитие инфекционного процесса, который может протекать достаточно серьезно и опасно, в первую очередь. Чем опасно самолечение или его запуск? Самолечение, в первую очередь, опасно развитием более тяжелых форм инфекционного процесса, если мы говорим в контексте пневмонии, или же хронизации процесса. Самолечение, несмотря на богатый опыт нашей народной медицины, самолечение не всегда приносит достаточно хороший результат, поэтому лучше всегда обратиться к своему врачу в поликлинику. Говоря о пневмонии, принято считать, что ей очень легко и часто можно заболеть зимой. А в чем причины заболевания органов дыхания летом, пневмонии в том числе? Вы знаете, последние несколько лет частота заболевания пневмонии среди пациентов зимой и в летние месяцы практически сравнивается. Это все связано с тем, что огромное количество кондиционированных помещений, потому что перепады температуры, когда мы с улицы, где плюс 35-37, заходим в помещения, где комфортные 20-22 градуса, это определенный стресс для иммунитета. И, соответственно, в этот период могут развиваться инфекции нижних и верхних дыхательных путей, которые при самолечении или несвоевременном обращении к врачу могут закончиться пневмонией. Нужно отметить, что летние пневмонии, скажем так, в кавычках, пневмонии, которые протекают в летний сезон, они имеют достаточно стертую форму. На первый взгляд, можно не почувствовать, не определить, что у пациента пневмония. Пациент сам не рассказывает тех жалоб, которые характерны для пневмонии, но на поверку при выполнении рентгенологического исследования грудной клетки мы видим различные формы пневмонии. Ну, тогда напоминаем еще раз о мерах профилактики. О том, что нужно как можно чаще при первых симптомах обращаться к врачу. Обращаться к врачу. И прививки. Прививки. Обязательно. Не забываем, Михаил Васильевич Колпаков, врач-пульмонолог отделения пульмонологии Краевой клинической больницы номер один был в нашей студии, рассказал о заболеваниях органов дыхательной системы.